Братья Гримм Братья Гримм Братья Гримм Братья Гримм И зеркало отвечало Вы всех королева красивей в стране И она была довольна Так как знала, что зеркало говорит правду Белоснежка за это время подросла И становилась все красивей И когда ей исполнилось 7 лет Была она такая прекрасная Как ясный день И красивее самой королевы Когда королева спросила У своего зеркальца Зеркальце Зеркальце на стене Кто всех красивей во всей стране Оно ответило так Вы, госпожа Красивы собой Все же Белоснежка В тысячу крат выше красой Испугалась тогда королева Пожелтела Позеленела от зависти С того часа Увидит она Белоснежку И сердце у нее Разрывается Так стала она ненавидеть девочку И зависть И высокомерие Росли точно сорные травы В ее сердце Все выше и выше И не было у нее отныне Покоя ни днем, ни ночью Тогда подозвала она Одного из своих егерей И сказала Отнеси ребенка в лес Я больше видеть ее не могу Ты должен ее убить И принести мне в знак доказательства Ее легкие печень Егерь повиновался И завел девочку в лес Но когда вытащил он свой охотничий нож И хотел было уже пронзить Ни в чем не повинное сердце Белоснежки Стала она так плакать и просить Ах, милый егерь Оставь ты меня в живых Я убегу далеко в дремучий лес И никогда не вернусь домой И от того, что была она прекрасна Жалился над нею егерь И сказал Так и быть Беги, бедная девочка И точно камень свалился с его сердца Когда не пришлось ему убивать Белоснежку На ту пору как раз подбежал молодой олень И заколол его егерь Вынул у него легкие печень И принес их королеве В знак того, что приказание ее исполнено Повару было велено сварить их в соленой воде И злая женщина их съела Думая, что это легкие и печень Белоснежки И осталась бедная девочка в большом лесу Одна-одинешенька И стало ей так страшно Что все листочки на деревьях Оглядела она Не зная, как быть ей дальше Как горю помочь Пустилась она бежать И бежала по острым камням Через колючие заросли И прыгали около нее дикие звери Но ее не трогали Бежала она, сколько сил хватило И вот, стала уже вечереть Увидела она маленькую избушку И вошла в нее отдохнуть А в избушке той Все было таким маленьким Но красивым и чистым Что ни в сказке сказать Ни пером описать Стоял там накрытый Белой скатертью столик А на нем Семь маленьких тарелочек А у каждой тарелочки По ложечке А еще семь маленьких ножей и вилочек И семь маленьких кубиков Стояли у стены Семь маленьких кроваток Одна возле другой И покрыты они были Белоснежными покрывалами Захотелось белоснежке Поесть и попить И взяла она из каждой тарелочки Понемногу овощей до хлеба И выпила из каждого кубочка По капельке вина Ей не хотелось выпить все из одного А так как она очень устала То попробовала лечь в постельку Но ни одна из них Для нее не подходила Она была слишком длинной Другая слишком короткой Но седьмая оказалась ей пору Легла она в нее И отдавшись милостью Господню Уснула Когда уже совсем стемнело Пришли хозяева избушки А были то семеро гномов Которые в горах добывали руду Они зажгли семь своих лампочек И когда в избушке стало светло Они заметили, что у них кто-то был Потому что все оказалось Не в том порядке, в каком было раньше И сказал первый гном Кто это на моем стуле сидел? Второй Кто это из моей тарелочки ел? Третий Кто взял кусок моего хлебца? Четвертый Кто ел мои овощи? Пятый Кто моей вилочкой брал шестой? Кто моим ножичком резал седьмой? Кто это пил из моего маленького кубка? И оглянулся первый И увидел Что на его постельке Маленькая складочка И спросил Кто лежал на моей кроватке? Тут сбежались и остальные И стали говорить И в моей тоже кто-то лежал Глянул седьмой гном на свою постель Видит Лежит в ней белоснежка И спит Позвал он тогда всех остальных Прибежали они Стали кричать от удивления Принесли семь своих лампочек И осветили белоснежку Ах боже ты мой Ах боже ты мой Воскликнули они Какой однако красивый ребенок Они так обрадовались Что не стали ее будить И оставили ее спать в постельке А седьмой гном Проспал у каждого из своих товарищей по часу Так вот и ночь прошла Наступило утро Проснулась белоснежка Увидела семь гномов И испугалась Но были они с ней ласковы И спросили Как тебя зовут? Зовут меня белоснежка Ответила она А как ты попала в нашу избушку И рассказала она им о том Что мачеха хотела ее убить Но егерь сжалился над ней И что бежала она целый день Пока наконец не нашла их избушку Гномы спросили Хочешь везти наше хозяйство Стряпать, постели взбивать Стирать, шить и вязать Все содержать в чистоте до порядки Если согласна на это Можешь у нас оставаться И всего у тебя будет в досталь Хорошо Сказала белоснежка С большой охотой И осталась у них Она содержала избушку в порядке Утром гномы уходили в горы Искать руду и золото А вечером возвращались домой И она должна была к их приходу Приготовить им еду Целый день девочка оставалась одна И потому добрые гномы ее предостерегали И говорили Берегись своей мачехи Она скоро узнает, что ты здесь Смотри, никого не впускай в дом А королева, съев легкие печень белоснежки Стала снова считать, что она Самая первая и самая красивая Из всех женщин в стране Она подошла к зеркалу и спросила Зеркальце, зеркальце на стене Кто всех красивее во всей стране? И ответила зеркальце Вы, королева, красивы собой Но белоснежка Там за горами У гномов всеми за стенами Тысячу крат Еще выше красой Испугалась тогда королева Она ведь знала, что зеркало Говорит правду И поняла, что егерь ее обманул И что белоснежка еще жива И стала она снова думать Да придумывать Как бы ее извести Не было ей от зависти покоя От того, что не она Самая первая красавица в стране И вот, наконец, она что-то надумала Накрасила себе лицо Переоделась старой торговкой Так что и узнать ее было нельзя Направилась она Через семь гор К семи гномам Постучала в дверь И говорит Продаю товары хорошие Продаю Глянула белоснежка в окошко И говорит Здравствуй, добрая женщина Что же ты продаешь? Хорошие товары Прекрасные товары Ответила та Шнурки разноцветные И достала королева Один из шнурков Показала И был он сплетен Из пестрого шелка Эту честную женщину Можно и в дом пустить Подумала белоснежка Открыла дверной засов И купила себе красивый шнурок Как тебе идет, девочка Молвила старуха Дай-ка я зашнурую тебя Как следует Белоснежка Не ожидая ничего дурного Стала перед ней И дала затянуть на себе Новые шнурки И начала старуха шнуровать Да так быстро И так крепко Что белоснежка задохнулась И упала мертвая на зим Была ты самой красивой Сказала королева И быстро исчезла Вскоре после того К вечеру вернулись Семь гномов домой И так испугались они Когда увидели Что их милая белоснежка Лежит на земле Не двигается Не шелохнется Точно мертвая Подняли они ее И увидели Что она крепко-накрепко Зашнурована Тогда разрезали они шнурки Стала она понемногу дышать И постепенно пришла в себя Когда гномы услыхали о том Что случилось Они сказали Старая эта торговка Была на самом деле Злая королева Берегись Не впускай к себе никого Когда нас нет дома А злая женщина Возвратилась домой Подошла к зеркалу И спросила Зеркальце Зеркальце на стене Кто всех красивее Во всей стране И ответила ей Зеркальце Как прежде Вы королева Красивой собой Но белоснежка Там за горами У гномов Семи за стенами Тысячу крат Еще выше красой Когда услыхала Она такой ответ Вся кровь Прилила у ней К сердцу Так она испугалась Она поняла Что белоснежка Ожила снова Ну уж теперь Сказала она Я придумаю Такое Что погубит Тебя наверняка Зная Ведьмина колдовство Приготовила она Ядовитый гребень Затем Переоделась она И обернулась Другую старуху И отправилась За семь гор К семи гномам Постучалась в дверь И говорит Продаю товары Хорошие Продаю Белоснежка Выглянула в окно И говорит Проходи Проходи дальше В дом пускать Никого не велено Поглядеть-то Пожалуй можно Молвила старуха Достала ядовитый гребень И подняв его вверх Показала белоснежке Он так понравился Девочке Что она Дала себя обмануть И открыла дверь Они сошлись в цене И старуха сказала Ну а теперь Дай-ка я тебя Как следует Причешу Бедная белоснежка Ничего не подозревая Дала старухе Себя причесать Но только та Прикоснулась Гребешком К ее волосам Как яд Стал тотчас Действовать И девочка Упала Без чувств На зим Ты Писаная красавица Молвила Злая женщина Теперь-то уж Пришел тебе Конец Сказала Это И ушла Но к счастью Дело было под вечер И семь гномов Вскоре вернулись Домой Заметив Что белоснежка Лежит на земле Мертвая Они Тотчас Заподозрили В том Мачеху Стали доискиваться В чем дело И нашли Ядовитый Гребень И как только Они его Вытащили Белоснежка Снова Пришла В себя И рассказала Обо всем Что случилось И еще раз Гномы Ей сказали Чтобы она Была на стороже И дверь Никому Не открывала А королева Возвратилась Домой Села перед Зеркалом И говорит Зеркальце Зеркальце На стене Кто всех Красивее Во всей Стране И ответила Зеркальце Как прежде Вы Королева Красивы Собой Но Белоснежка Там За горами У гному Всеми За стенами Тысячу Крат Еще Выше Красой Услыхала Она Что говорит Зеркало И вся Задрожала Затрепетала От гнева Белоснежка Должна Погибнуть Крикнула Она Даже Если бы Это Мне Самой Стоило Жизни И Она Отправилась В потайную Комнату Куда Никто Никогда Не входил И Приготовила Там Ядовитое Приядовитое Яблоко Было Оно Снаружи Очень Красивое Белое Румяное И Всякому Кто Увидел Его Захотелось Его Съесть Но Кто Съел Хотя Бо Кусочек Его Тот Непременно Бы Умер Когда Яблоко Было Готово Накрасила Она Себе Лицо Переоделась Крестьянкой И Отправилась В путь Дорогу За Семь Гор К Семи Гномам Она Постучалась Белоснежка Высунула Голову В окошко И говорит Пускать Никого Не велено Семь Гномов Мне Это Запретили Да Хорошо Ответила Крестьянка Но Куда Я Дену Свои Яблоки Хочешь Я Подарю Тебе Одно Из них Нет Сказала Белоснежка Мне Мне Ничего Белоснежки 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 Вернулась Она Домой И Стала Спрашивать У зеркала Зеркальце 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 На стене Кто Всех Красивее Во всей Стране И Ответила Зеркальце Наконец Вы Королева Красивее Во всей Стране И Успокоилось Тогда Ее Завистливое Сердце Насколько Может Подобное Сердце Найти Себе Покой Гномы Возвратясь Вечером Домой Нашли Белоснежку Лежащей На земле Бездыханной И Мертвой Они Подняли Ее И Стали Искать Яд Они Расшнуровали Ее Причесали Ей Волосы Обмыли Ее Водой И Вином Но Ничего Не Помогло Милая Девочка Как Была Мертвой Так Мертвой И Осталась Положили Они Ее В Гроб Сели Все Семера Вокруг Нее И Стали Ее Оплакивать И Проплакали Они Так Целых Три Дня Затем Решили Они Ее Похоронить Но Она Выглядела Точно Живая Щеки У нее Были Красивые И Румяные И Сказали Они Как Можно Такую Сырую Землю Захоронить И Велели Они Сделать Для нее Стеклянный Гроб Чтоб Можно Было Ее Видеть Со Всех Сторон И Положили Ее В тот Гроб И Написали На нем Золотыми Буквами Ее Имя И Что Она Была Королевской Дочерью И Отнесли Они Гроб Тот На Гору И Всегда Один Из них Оставался При ней Оставался При ней На Страже И Пришли Также И птицы Оплакивать Белоснежку Сначала Сова Затем Ворон А Потом Голубок И Вот Долго Долго Лежала В своем Гробу Белоснежка И Казалось Она Спит Была Она Бела Как Снег Румяна Как Кровь И Черноволоса Как Черное Дерево Но Случилось Что Заехал Однажды Королевич В тот Лес И Попал Он В дом Гномов Чтобы В нем Переночевать Увидел Он На горе Гроб А в нем Прекрасную Белоснежку И Прочел Что Было Написано На нем Золотыми Буквами И Сказал Он Тогда Гномам Отдайте Вы мне Этот Гроб А я Вам За него Все Что Вы Пожелаете Но Ответили Гномы Мы Не Отдадим Его Даже За Все Золото В мире Тогда Он Сказал Так Подарите Мне Его Я Жить Не Могу Не Видя Белоснежки Когда Он Это Сказал Жалились Над Ним Добрые Гномы И Отдали Ему Гроб И Велел Королевич Своим Слугам Нести Его На Плечах Но Случилось Так Что Споткнулись Они О Какой-то Куст И От Сотрясения Выпал Кусок Ядовитого Яблока Из Горла Белоснежки Тут Открыла Она Глаза Подняла Крышку Гроба А Затем Встала И Сама Ах Господи Где же Это Я Воскликнула Она Королевич Исполненный Радости Ответил Ты У Меня И Поведал Ей Все Что Произошло И Молвил Ты Мне Милее Всего На Свете Пойдем Вместе Со Мною В Замок Моему Отцу И Будешь Ты Моей Женой Согласилась Белоснежка И Отпраздновали Они Пышную Великолепную Свадьбу Но На Праздник Была Приглашена И Королева Мачеха Белоснежки Нарядилась Она В Красивое Платье Подошла К Зеркалу И Сказала Зеркальце Зеркальце На Стене Кто Всех Красивее Во Всей Стране И Ответила Зеркалу Вы Госпожа Красивы Собой Но Королева Молодая Тысячу крат Выше И от страха И ужаса Как стояла Так на месте И застыла Но были уже поставлены для нее на горящие угли Железные туфли И принесли их Держа щипцами И поставили перед нею И должна была она ступить ногами В докрасно раскаленные туфли И плясать в них До тех пор Пока наконец не упала она Мертвая На землю Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok